Спасибо большое за приглашение Я хотел рассказать просто о некоторой области Доказывать я почти ничего не буду Так что моя цель просто устроить рекламу в этой области И показать, что там бывает Ну и попробовать описать связи этой области с некоторыми другими Они довольно забавные Я думаю, что это самое интересное Если кому-то захочется разобрать более детальное доказательство Ну, это потребует некоторого времени Но я попробую, по крайней мере, дать некоторое общее представление О том, что здесь происходит Я решил организовать лекции так Я сначала расскажу несколько забавных вещей Ну, забавных с моей точки зрения Надеюсь, что они будут забавны аудитории тоже Потом мне придется все же рассказать о некоторых понятиях И хоть чуть-чуть Об объектах, с которыми здесь приходится работать Которые прячутся за забавными явлениями А во второй части Я попробую все это связать и дать Разоблачение черной магии С которой начнутся лекции сегодня Значит, первый рекламный ролик Рассмотрим бильярд Периодический бильярд в плоскости Мы поставим в нашу плоскость Вот такие препятствия Прямоугольные Они все выровнены И у меня Видим только кусок этой З2-периодической плоскости А нужно себе представить Что вся плоскость замущена такими препятствиями И мы запустим бильярдный шарик Теперь Но он как-то отражается от препятствий И то, что нас интересует, это вот что Значит, он будет уходить довольно далеко Потом возвращаться Уходить, возвращаться Я предполагаю, что мы стартовали с какой-то случайной точки И отправили его в случайном направлении Ну, как всегда с бильярдами математическими Я предполагаю, что у нашего шарика нет ни трения Ни потери энергии Ничего, отражение Он отражается от стенок препятствий Ну, как луч света И то, что меня интересует, это вот что Насколько далеко он сможет удалиться за время Т Скажем, если мы подождали месяц Может быть, он в конце этого месяца пришел близко к начальной точке Но меня интересует, насколько он далеко был Каково было максимальное удаление от начальной точки За весь этот месяц Оказывается, что максимальное удаление Нашего шарика Ведет себя как время в степени две трети Две трети довольно смешное число Особенно потому, что в аналогичной ситуации Все привыкли к показателю одна вторая То есть корень из Т Скажем, если вы отправите пьяного Случайно блуждать по плоскости Ну, он уйдет примерно на корень из Т Если вы поставите вместо прямоугольных препятствий Шарики, которые достаточно хорошо рассеивают Нашу траекторию, тоже будет коренистая А здесь получается две трети И у этих две трети И это показатели Липунова Соответствующие ренормализации Я пока не определяю ни, что такое показатели Липунова Ни тем более, что такое ренормализация Что такое показатели Липунова я определил И мне кажется, что я более-менее знаю, что это. Что такое ренормализация, я не знаю. Но в общем, в общей ситуации расценивать это как реклама у терминов показателей Липунова и ренормализация. Забавно, что в такого класса задачах, как вы видите, параметры препятствия не входят в формулировку теоремы. Я нигде не указал, какого размера наш прямоугольник. Я могу наш прямоугольник сделать узким и длинным, сделать вот такие вот длинные стенки с периодическими проходами. А могу вообще заполнить всю плоскость вот такими вот шоколадными плитками, оставив только узкие коридоры. И тем не менее, даже в этой ситуации, когда наши траектории останутся для передвижения только вот эти вот узкие коридоры, тот же самый показатель две трети. Я совершенно не в состоянии контролировать более точную асимптотику. То есть ни коэффициент перед Т в степени две трети, ни какие-нибудь факторы типа логарифма. Нет, у меня довольно грубая оценка, но если взять логарифм удаления и разделить на логарифм времени, то в пределе получится две трети. Можно рассмотреть более причудливые периодические препятствия, например, такие. Все, что мне нужно, чтобы препятствие было по техническим причинам, просто, к сожалению, моя технология не позволяет рассматривать повернутые препятствия. Мне нужно, чтобы препятствия были симметричны и относительно вертикальной оси, и относительно горизонтальной оси, и чтобы они были односвязаны. Ну или иногда можно брать неодносвязанные, но там уже все начинается сложнее. Можно брать какие-нибудь такие препятствия, снова за два периодические, и попробовать посмотреть, какое здесь будет рассеяние. Оказывается, что можно найти точную формулу, и вместо двух третей получится вот такое отношение. Двойной факториал — это произведение в числителе всех четных целых чисел, от двух до двух m, а в знаменателе всех нечетных. И m — это число углов в нашем препятствии типа π пополам. Скажем, вот этот вот угол для меня — это угол π пополам, а вот этот вот угол — это 3π пополам. Если взять прямоугольник, то для него у нас 4 прямых угла, m равно 1, и вот мы получаем 2 трети, как и раньше. А если взять более хитрые препятствия, то видно, что чем больше углов, тем меньше рассеяние, и постепенно оно стремится к нулю. В частности, в каком-то смысле на это можно смотреть, как на способ подавлять шум. Если посадить лес из вот таких вот прямоугольных деревьев, сколько угодно тонких, и посадить их очень аккуратно и периодично, то шум в этом лесу распространяться не будет. Вы видите, что это число стремится к нулю. Антон, а если аппроксимировать шарик, шарики вот такими зиггаторообразными вещами, то ведь не получится сходить их в корне квадратным? То есть нет такой инфляторности по ответу? Нет. Ну, уже можно аппроксимировать, как вы видели, собственно, из ответа видно, что я могу взять в качестве вот этого препятствия прямоугольник, из которого я, у меня мышь с прямыми углами, выгрызла чуть-чуть от уголков. Это немедленно меняет число. Когда я меняю размер прямоугольника, это не меняет 2 трети. Достаточно чуть-чуть отгрызть от угла, и если отгрызть много, то вот этот коэффициент немедленно сильно изменится. Ну, конечно, я жульничаю, потому что в том смысле, что все это происходит на очень больших временах, больших размерах, и нужно, чтобы все было действительно аккуратно и периодично. Если заменить такие препятствия, ну, всерьез это никто не изучал, но я подозреваю, что если к нашему препятствию добавить где-то кусочек дугу окружности или там что-нибудь типа эллипса, и тем самым у препятствия появится кусочек, который будет очень сильно рассеивать траекторию, то мое подозрение, что все немедленно превратится в одну-вторую, а здесь такого сорта задачи, раз вы меня призываете к начать разоблачению прямо сейчас, обратите внимание, если мы отправим две траектории в одном направлении параллельно друг с другом, близко друг от друга, они очень долго будут идти вместе и на одном расстоянии, до тех пор, пока они не ударятся в препятствия с двух сторон от какого-то угла. Ну, это так называемая параболическая динамика, которая очень медленно разбегается, а если взять кусочек препятствия, который как гугоокружность устроен, то когда траектории ударяются, они расходятся уже под некоторым углом, и довольно быстро они забывают, что они когда-то шли вместе, близко друг от друга. Так что в этом специфика вот такого сорта задачи. Хорошо. Ну, это я выпендрился, чтобы показать свежий результат. Давайте возьмем бильярды попроще. Можно еще, пожалуйста, то утверждение, оно верно с вероятностью единицы по отношению к начальному данному. Значит, я же могу на прямом углу запустить так, чтобы одни промежуток шли постоянно. Вы совершенно правы. Здесь, например, можно запустить траекторию строго вертикально, но она просто будет периодической. А траектория, которая здесь идет, она будет бесконечной и вообще никуда не будет расходиться. А я вот так не могу много траекторий запустить, которые идут все время, удаляются от вертов, если никогда. А, чтобы вот здесь, и так, можно запустить, скажем, с середины прямоугольника на середину прямоугольника и так, да? Вся окрестность тоже вместо, да? Да. И поэтому у меня здесь было написано для почти всех, вот, для почти всех начальных направлений. Я это... Почти всех означает, ну, как у нас есть пространство направлений, окружность такая направлений. И из этой окружности нужно, ой, даже лучше, нужно выбросить некоторое счетное множество направлений, которые будут периодическими. Это примерно так же, как, если взять, скажем, бильярд внутри прямоугольника, то для некоторого счетного набора направлений поток будет периодическим. Ну, или еще лучше, возьмем тор. Возьмем плоский тор и посмотрим на обмотки на торе. У нас есть счетное множество направлений, где обмотки периодические, а все остальные направления – это иррациональные обмотки. Вот здесь точно так же. В этом смысле никакого отличия. Мы дошли до бильярдов попроще. Я предлагаю играть в бильярд только в многоугольниках. У меня не будет ни стадионов, ни окружностей, ни хитрых множеств. Только многоугольники. Ну и, по-видимому, самый простой многоугольник – это треугольник. Если взять остроугольник и треугольник, то в нем очень легко найти периодическую траекторию. Это отличная задача для математического кружка класса 8-го. Доказать, что если соединить основание высот остроугольного треугольника, то вписанный треугольник будет бильярдной траекторией. То есть вот этот угол равен этому углу, этот угол равен этому углу и так далее. Ну а для кружка по физике можно доказать, что если сделать каркас из проволочек, одеть на этот каркас по кольцу и продеть резиночку, то резиночка натянется ровно вот в такой форме. То есть этот треугольник реализует самый маленький периметр для всех вписанных треугольников. Что, кстати, характерно для бильярдных траекторий. Так что для остроугольного треугольника легко найти хотя бы одну периодическую траекторию. Вот она предъявлена, она называется траектория Фаньян. Я думаю, что одна из самых обидных задач в современной математике, обидных в том смысле, что ее можно сформулировать для шестиклассника, и задача известна лет 200, по крайней мере, и совершенно непонятно, как ее решать, эта задача о том, есть ли хотя бы одна, я много не прошу, хотя бы одна замкнутая бильярдная траектория в тупоугольном треугольнике. Ответ на этот вопрос неизвестен. Хотя эту задачу люди пытаются пропахивать уже, правда, много лет. В частности, Рич Шварц, такой математик из Брауна, доказал с использованием, строго доказал с использованием компьютера, что если тупой угол не больше 100 градусов, то замкнутая траектория всегда есть. Ему пришлось замастить... Ну, параметров у треугольника не так много, собственно, треугла, сумма трех углов равна π, так что у нас два параметра, у нас конфигурационное пространство в пространстве треугольников двумерно, ну и он аккуратно замащивал кусок этого пространства, который отвечает углам меньше 100 градусов, областями, он находил замкнутую траекторию, доказывал, что она устойчива относительно малых деформаций, тем самым он получал небольшую область пространства и параметров. Ну и так он пытался это замастить, столкнулся с массой трудностей, но в конце концов доказал. Ну и, в общем, по-видимому... Чем больше тупой угол, тем конфигурация этой траектории комбинаторной более и более сложной. Ну, в общем, да. 100 градусов здесь ничем не выделено, просто ему нужно было выбрать хоть какое-то ограничение, но вот он выбрал 100, просто так, от балды. Но, да-да, там комбинаторика становится, и уже даже в этом случае ему пришлось столкнуться с очень серьезными комбинаторными трудностями. Были некие точки, к которым очень трудно было подойти. А какие ограничения, сколько поворотов по этой траектории известно? Ну, они становились все сложнее и сложнее. То есть, я не помню... А, порядок. Я, навскидку, не помню. Мне кажется, что там было так. Там были как раз плохие точки, к которым приходилось приближаться островками, где траектория становилась все более и более сложной. И я не уверен, что она была ограниченной. По-моему, там были некоторые пределы... Я боюсь соврать, я статью читал уже давно, и я забыл детали. Угол, при котором, скажем, ломаный, исполкнул из... Да, извините, если не... А, вот вы имеете в виду этот угол? Да, да. То есть, как раз это число 2? Да, 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 я понимаю. Я не помню, были ли там... Были ли вот эти плохие точки около 90 градусов? Я попробую посмотреть сегодня вечером. Я просто просмотрю его статью и попробую завтра ответить на этот вопрос. Хорошо? А то, что нет трехзвенной запутой территории, наверное, можно как-то не подказать? То, что нет трехзвенной, да. Да, это, я думаю, что тоже типа задача для кружка. Наверное. А может, чуть посложнее. Вот. Но представьте себе, что кто-то доказал, что в каждом треугольнике есть хотя бы одна замкнутая траектория. Это будет уже совершенно замечательным результатом. Тем не менее, следующий естественный вопрос, а сколько их? Скажем, мы ищем все замкнутые траектории длины не больше, чем миллион километров. Какова асимптотика по числу миллион? Их вообще конечное число, их линейное число по ограничению на длину, квадратичное, полиномиальное и так далее. Ничего не известно. И, кроме того, до буквально самого последнего времени не было известно, верно ли, что бильярдный поток эргодичен почти в любом многоугольнике. Я должен был исправлять, у меня были похожие слайды предыдущие, и только что я должен был исправить этот слайд, потому что несколько недель назад Джованни Форни анонсировал, что вроде бы он умеет доказывать эргодичность для многоугольников с четырьмя углами и больше. У него некоторые ограничения на диафантовые свойства углов, и это ограничение дает пространство углов в полные меры. Но для треугольников его техника не работает, так что самые простые бильярды оказались самыми зловредными. Чтобы хоть как-то оправдаться, почему математики занимаются бильярдами, почему динамисты занимаются бильярдами, я хочу предложить некоторую апелляцию к физике, ну а потом дам еще и более честный ответ. Рассмотрим следующую механическую систему. Посадим на стержень две бусинки, и они у меня нарисованы очень толстыми, а на самом деле они нарисованы толстыми только для того, чтобы подчеркнуть, что они массивные, у них есть масса M1, M2, и эти массы разные. Но вообще-то я буду считать их точными. Я буду считать, что размер этих бусинок такой маленький, что им можно пренебречь. Тогда, да, и наш стержень сажат между двумя стенками, поэтому бусинки, и у нас нету никаких туннельных эффектов, бусинки не умеют проходить обнасквозь другую. Так что координата х1 всегда меньше равна координате х2. Ну и в такой ситуации конфигурационное пространство нашей механической системы описывается треугольником. У нас, собственно, вот оно. Обе координаты зажаты между нулем и А, и х1 всегда меньше или равна х2, поэтому у нас получается вот такой треугольник. Теперь я предлагаю чуть-чуть перенормировать координаты. Мы их отнормируем на корни из массы. Тогда у нас изменится немножко пропорция нашего треугольника. Он останется прямоугольным, но перестанет быть равнобедренным. И простая лемма утверждает, что такая механическая система в точности отвечает бильярду. То есть если мы посмотрим, как в этом пространстве устроена траектория нашей механической системы, то, что мы увидим, это бильярдную траекторию. Она будет отражаться от сторон треугольника в точности, как положено, бильярдной траектории. Ну, например, представим себе, что масса М1 больше, чем масса М2. Значит, вот шарики сближаются. Когда они находятся, когда Х1 равно Х2, они окажутся в одной точке, это отвечает стенке этого треугольника. А потом, в зависимости от того, под каким углом мы шли, ну, скажем, ну, там, в общем, с Х1 и Х2 снова будет что-то происходить после того, как они разойдутся. И вот я утверждаю, что после того, как мы оттолкнемся от стенки, это будет в точности бильярдная траектория с такой нормировкой. Так что бильярд в таком треугольнике – это то же самое, что самый простой газ. Ну, нет, самый простой газ, наверное, вообще не содержит молекул. Но самый простой и интересный газ, когда есть две молекулы, газ одномерный, камера одномерна, ну, такой Больцмановский газ из двух молекул – это бильярд в треугольнике. Я не сказал, в чем еще вторая причина, почему люди занимаются бильярдами. Я должен признаться, что сам я бильярд не очень люблю, потому что мне кажется, что вокруг них слишком много шума. Но это такая тестовая задача, на которой тестируют все новые технологии в некоторых областях динамики. Вот если новая технология дала что-то для бильярдов, ага, значит, это что-то серьезное. Потому что до этого все пытались продвинуться, не удалось. Ну, если быть более серьезным, то вот те динамические системы, о которых я говорю, они… Бильярд – это как бы частный случай динамических систем, о которых я говорю, когда траектории долгое время ведут себя, когда траектории долгое время идут вместе, когда некоторая хаотичность все же присутствует, но не такая сильная, как гиперболическая динамика, которая хорошо изучена за последние годы. Ну, что-то вот можно считать просто забавным классом динамических систем, которые активно исследуются последние годы. Хорошо. Так как я честно признался, что для бильярдов в треугольниках я ничего сделать не могу, то я рассмотрю более узкий класс бильярдов, объявлю, что он самый интересный, и начну изучать бильярды в таких многоугольниках. Я предлагаю рассмотреть бильярды в прямоугольных многоугольниках. В прямоугольных в следующем смысле. Я буду считать, что все углы целые кратные и пи пополам, как здесь. Вон моя коллега, к сожалению, она оказалась срезанной, но это совершенно реальный человек. Ее зовут Мун Дучин. Вот она играет на таком бильярде. Я думаю, что человек, который больше всего изучал такие бильярды в форме буквы «Л», это Курт Макмуллин. И он про них много чего доказал. Круг вопросов, которые я предлагаю рассмотреть, такой. Давайте посмотрим, давайте посчитаем, или точнее оценим, сколько траекторий идет из одной вершины бильярда в другую, если наложить ограничение на длину траектории. Мы ищем все траектории длины не больше, чем 100 километров, которые идут именно из этой вершины, именно в эту вершину. Такие траектории называются обобщенные диагонали. Второй вопрос, очень похожий. Это вопрос о числе периодических траекторий. Ну и, как я уже признался, периодические траектории в бильярдах такого типа появляются целыми семействами. А, нет, еще не признался. Но это, в общем, видно по картинке, что если у вас появилась бильярдная траектория, и вы запустите бильярдную траекторию очень близко от первой в том же направлении, то она снова будет замкнутой. Ну, потому что все углы точно такие же. Так что бильярдные траектории возникают такими полосками. И можно считать в этом смысле... Да, и все они в каком-то смысле одинаковые. Поэтому более точно нужно говорить, что мы будем считать либо число полосок таких, либо иногда удобно считать бильярдные траектории с весами. Можно считать, что вот это вот одна толстая бильярдная траектория, а ее вес – это площадь полоски, которую она заметает. Иногда мы будем так считать, иногда так. И вот я предлагаю считать число этих самых обобщенных диагоналей и число замкнутых траекторий. И вот пример результата. Если посмотреть, взять вот такой бильярд в прямоугольном многоугольнике, где все углы целые кратные пи пополам, взять один прямой угол, запомнить его навсегда, взять другой прямой угол, запомнить его, и начать считать число обобщенных диагоналей, которые идут вот из этой точки в эту точку. Оказывается, что это число асимптотически точно такое же, как для прямоугольного бильярда. А именно это число растет квадратично по ограничению на длине, его нужно отнормировать на площадь бильярдного стола, и тогда в этой квадратичной асимптотике константы, это единица на 2 пи, это в точности та же константа, что для прямоугольного бильярда. И снова вы увидите тот же самый эффект, который был на слайде с периодическим бильярдом. Я могу совершенно радикально изменить форму бильярда. Например, как вы видите, здесь и здесь число и типы углов одинаковые, только здесь есть вот этот узкий мостик, соединяющий два толстых куска, и тем не менее, если я буду считать число траектории, которое ведет из этой точки в эту, асимптотически оно будет точно таким же. Форма бильярда никак не сказывается на результате. Давайте теперь возьмем бильярд, который был на фотографии, бильярд в форме L, и соединим прямой угол, например, с углом 3 пи пополам. Ну, я должен сказать, что когда я первый раз на это смотрел, мне казалось, что мы открыли угол в три раза, этот не изменили, а этот открыли в три раза. Так что, казалось бы, траектории должно быть, ну, грубо говоря, в три раза больше. Нет, их не в три раза больше, их в четыре раза больше. И, к сожалению, объяснить это число 4 вместо 3, не используя высокие технологии, я никак не могу. Для меня это вообще некоторый вызов. Я бы очень хотел найти доказательства того, что здесь получается 2 разделить на пи вместо единиц на 2 пи, не используя всякие хитрые результаты про объемы пространства модулей вроде 0 и так далее. Но пока я не умею. И я надеюсь, что к концу завтрашней лекции я вам покажу, как это можно сделать, используя технологии. Аналогичный результат у нас есть для любых бильярдов. И на самом деле нам даже не важно, что вкладывается бильярд в плоскость или нет. В принципе, мы можем себе позволить такие винтовые лестницы, если у вас есть топологический диск с плоской метрикой, с границей, которая состоит из отрезков в этой плоской метрике, и все углы целые и кратные пи пополам, то у нас есть ответ для и первой задачи, и второй. Ну и вот часть этого ответа я предъявил. Такого сорта бильярд нас вполне устраивает. Как вы видите, здесь все углы либо пи пополам, либо 3 пи пополам, либо 4 пи пополам. Например, конец этого отрезка, или вот этого отрезка, это угол 4 пи пополам. Ну и вот здесь указана таблица констант. Да, асимптотика каждый раз квадратична по ограничению на длину. А константы, которые стоят перед асимптотикой, выписаны здесь. Единицу на 2 пи в квадрате мы уже видели. Она такая же, как для бильярда в обычном прямоугольнике, когда вы соединяете углы пи пополам и пополам. 2 разделить на пи в квадрате мы тоже видели. А забавно, что арифметика этой константы вот для этого угла уже другая. Это просто рациональное число. Ну и они все такие. Это либо рациональное число, либо рациональное число делить на пи в квадрате в зависимости от четности и нечетности целого кратного. Там не было формул квадрата. А, да, я, простите, я умножил, да, я разделил на пи. Да, 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 да. Это две разных, прошу прощения, это две разных, да. Здесь есть две разных нормировки, я все время перескакиваю из одной и другой. Простите, пожалуйста. Все нужно умножить на пи. А вам важно там, сколько тракторы себе точки на границе? Да, 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 совершенно осмысленно. Там есть еще одна колонка и один. Да, 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 да. А там, как зависит, ответ на этот вопрос, он не зависит. В принципе, то есть, ну, чего общего висит? Да. Нет, не статус. Нет, я не говорю, вот, непонятно, ну, когда мы спрашиваем между двумя углами, то у нас есть такой параметр, там, непонятно, какой-то угол, а она... Я пытаюсь сообразить для любой ли это будет точки, или для почти любой, если брать точку на стороне. На вскидку не... Может быть, нужно будет... Может быть, для почти всех пар, а может быть и для всех. Вот я сейчас не соображу. Не знаю. Я должен подумать чуть-чуть. Вы правы, я должен был это включить в таблицу. А угол больше фиба возможен? Больше два фиба, в смысле? Да, это такая винтовая лестница, да? То есть, вот эта таблица, в принципе, еще... Да, да, ее можно дополнить. Да, да. И ответ известен, он простой. То есть, для любых углов ответ известен. Хорошо. Ну, рекламная часть на этом кончается. Теперь я могу перейти к делу. Я попробую дрейфовать постепенно от бильярдов к поверхностям, к плоским поверхностям. Потом я рассмотрю некий подкласс плоских поверхностей. Ну, и потом мы запустим высокие технологии. Значит, для начала я предлагаю... Я все время буду апеллировать к кружкам, потому что многие задачи про бильярды действительно пришли из кружков. Известно, что часто такого сорта сдачи удобно решать так. Вместо того, чтобы отражать траекторию, можно взять две копии бильярда. Например, если взять две или больше копий бильярда, если взять ровно две копии бильярда, поставить одна на другую, то можно сделать вот что. Давайте каждый раз, когда наша траектория бильярдная ударяется в стенку, мы будем перепрыгивать с одного листа на другой. Скажем, вот мы ударились, перепрыгнули на нижний лист, ударились, перепрыгнули на верхний лист и так далее. Но пока это смысла особого не имеет. Но теперь я предлагаю отождествить наши два треугольника по границам. Мы взяли две копии одного треугольника, так что мы можем отождествить границы. Мы получим два топологических диска, когда мы отождествили их по границе, мы получили топологическую сферу. Эта сфера наделена плоской метрикой. Я забыл приготовить... О, к счастью, у меня здесь есть листочек. То, что внутри сферы, в наших северном и южном полушариях есть плоская метрика, но это очевидно, все пришло с листа бумаги. Теперь я вас хочу убедить, что у нашей метрики нету никаких особенностей на сторонах. Наши стороны устроены так. И доказательство того, что у метрики нету особенностей на сторонах, вот оно. Достаточно развернуть лист бумаги и видно, что ничего плохого на стороне не происходит. Это артефакт вложения в R3. Ну и я предъявил вам плоскую метрику на сфере, парадокс в математике, как же там формула Гаусса-Банне, кривизна, тролли-вали. Нет парадокса, математики нет, потому что на сторонах нету особенностей у метрики, а в вершинах есть. Значит, в вершинах нашей, в трех точках, которые приходят с вершин треугольника, у метрики будут конические особенности. И в этом и в более общих случаях весь избыток и недостаток метрики спрятан, кривизны, прошу прощения, спрятан в эти точки. Так что у нас появилась замечательная плоская сфера с тремя коническими точками. Опять же, используя то же самое доказательство, можно увидеть, что наша бильярдная траектория развернулась в геодезическую на этой плоской сфере, то есть это просто прямая линия нашей плоской метрики. Немедленно проверяется, что вот в этом месте разгиба бильярдная траектория разворачивается в прямую линию, но достаточно в зеркало посмотреть. Вот еще пример плоской сферы. Поверхность куба – это не менее замечательная плоская сфера. На этот раз у нее 8 конических точек. Если вырезать вершину куба ножницами, то она развернется в обычный такой конус. А если разрезать еще по образующей, то теперь эту коническую точку можно положить на плоскость и увидеть, что конический угол равен трем пополам. Ну нет, собственно, это и здесь видно. Я положил окрестность нашей конической точки на плоскость для того, чтобы показать, что происходит с параллельным переносом вектора в этой плоской метрике. Скажем, если мы стартуем вот с такого вектора, он радиальный, он смотрит из центра нашей конической особенности вовне. Если мы начнем его параллельно переносить, но вот пока мы в грани, его легко параллельно переносить. Потом его нужно аккуратно повернуть, чтобы он перешел на ту грань. Там его параллельно переносить. И все это гораздо виднее на этой картинке. Вот мы стартовали с этого вектора. Здесь параллельный перенос вектора устроен совершенно бесхитростно. Это честный, наивный перенос нашей объемлющей плоской плоскости. И, как вы видите, вектор из радиального пришел в касательный. Так что, когда мы переносим параллельный вектор по замкнутому контуру, он возвращается не сам в себя, он поворачивается. У нашей метрики нетривиальная голономия. Обнос векторов по контурам, которые обходят углы, приводит нас в какую-то другую точку. И когда у метрики нетривиальная голономия, то геодезические линии, они сами пересекаются и так далее. Динамика геодезического потока довольно хитрая. Я об этом так подробно говорю, потому что через несколько минут мы построим плоские поверхности, у которых голономия плоской метрики будет тривиальной. Я, собственно, после этого только с ними и буду работать. Они гораздо проще. Теперь я отмотаю чуть-чуть назад и снова вернусь к бильярдам. И только что мы рассматривали вот такую развертку бильярда, когда мы взяли две копии бильярда и перешли от бильярдной траектории геодезической на соответствующей плоской сфере. Когда мы работаем с рациональными бильярдами, можно рассмотреть более хитрые развертки, но которые еще лучше устроены. Бильярд, многоугольник, называется рациональным, если величина всех его углов – это рациональные кратные π. То есть π умножено на рациональное число. И простите, у меня будет много опечаток, я и Ю у меня все время будут чередоваться. Западает клавиша, как у Остапа Бендера. Рассмотрим модельный пример бильярда в прямоугольнике. Мы уже видели, что если вместо того, чтобы отразить траекторию, отразить саму копию нашего бильярдного стола, то бильярдная траектория просто превратится в прямую линию. Иногда полезно, вместо того, чтобы рассматривать хитрую бильярдную траекторию в бильярде, рассмотреть развертку бильярда вдоль этой траектории. Каждый раз, когда наша траектория пытается удариться в стенку, мы отражаем наш бильярдный, копию бильярдного стола, и так у нас получится полоска из копий бильярда. Как здесь, например. Я предлагаю запомнить углы, дать название углам нашего бильярда. А, Б, С, Д, и когда мы строим копии, то указывать, как отразились буквы. И в этом смысле, вот здесь у нас есть А, Б, С, Д, здесь А, Б, С, Д. Вот эти два, две копии бильярда, они связаны следующим образом. Внизу, на нашем настоящем бильярде, в этом месте и в этом месте траектории, она будет идти в одном и том же направлении. Если мы возьмем исходный бильярд, то видно, что траектория в любой момент времени будет идти в одном из четырех направлений. Для каждого из направлений у нас есть своя копия бильярдного стола, и мы ее здесь вот увидим. И копии, отвечающие одному направлению, отличаются на параллельный перенос в развертке, параллельный перенос, сохраняющий маркировку углов. А теперь я предлагаю отождествить все одинаковые копии. И тогда у нас останется только четыре представителя, и то, что у нас получится, это будет Тор. Тор, склеенный из четырех копий нашего прямоугольного бильярда, и наша бильярдная траектория на этом Торе будет просто иррациональной обмоткой. Бильярдная траектория в исходном бильярде превратится в прямолинейную обмотку соответствующего Тора. То, что мы выиграли, это то, что наша траектория больше не сам пересекается. Настоящая рациональная обмотка Тора. Ну и, в общем, на Торе уже гораздо проще работать с рациональными обмотками, чем с бильярдными траекториями в прямоугольнике. Все это было бы не очень интересно, если бы эту же самую конструкцию нельзя было применить к другим рациональным бильярдам. Для более хитрых рациональных бильярдов, например, для треугольника с углами π на 8, 3π на 8 и π пополам, как здесь, нужно брать больше копий развертки, а именно число копий бильярдного стола устроено так. Нужно запустить траекторию в исходном бильярде, посмотреть в скольких разных направлениях она может идти. В данном случае таких направлений будет 16. И мы возьмем 16 копий бильярдного стола по одной для каждого направления, склеим их как положено, как нам предлагает группа отражений, которая здесь получается. То, что у нас выйдет в данном конкретном случае, это будет посьмиугольник с противоположными сторонами, которые отождествлены. И так как мы отождествили все противоположные стороны, тем самым у нас появилась замкнутая поверхность, без края. И бильярдная траектория в исходном треугольнике развернулась в что-то вроде иррациональной обмотки на этой поверхности. Только на этот раз поверхность уже будет не тором. Давайте посмотрим, что у нас получится топологически. Какая поверхность получается, если склеить противоположные стороны восьмиугольника? Это немножко отличается от обычной картинки в учебнике по топологии, когда мы строим поверхность рода G. Там другое отождествление сторон. Давайте для начала склеим противоположные горизонтальные и вертикальные стороны. Если мы это сделаем, это все равно, что взять квадрат, вырезать из квадрата, отрезать от квадрата углы, ну и провести отождествление. Если бы мы углы не отрезали, у нас получился бы обычный тор. Правда? Если мы склеим противоположные стороны квадрата, получится тор. А тут мы отрезали углы, и тем самым в этом обычном торе у нас возникнет дырка. Углы получились бы, если бы я соединил эту точку с этой, а эту с этой. Так что вот эта четырехугольная дырка разбита на четыре треугольника. Мы должны склеить все противоположные стороны, так что я должен склеить еще вот эту сторону с этой, а эту с этой. Чтобы проще было рисовать картинку, давайте я жульничаю. Я пока топологическую картинку нарисую, метрическую мы обсудим через секунду. Я поверну эту дырку на 45 градусов и склею противоположные стороны. Когда я склеил противоположные стороны, то у меня получилось, осталось две дырки, одна из этой стороны. И это настоящая дырка, потому что эта точка склеена с этой. А вторая дырка, которая отдельно живет, получилась из этой стороны. Ну и мне осталось теперь склеить эти две дырки. И я получил крендель. Так что у нас поверхность рода два. И эта поверхность рода два наделена плоской метрикой. Более того, я хочу вас убедить, что плоская метрика, которую мы построили, она в каком-то смысле такая же простая, как для Тора. У нее тривиальная голономия. Ну, действительно, стартовали мы с фоального восьмиугольника. На нем вообще, у него нет ни фундаментальной группы, ни о какой голономии нет и речи. А дальше мы в качестве отождествлений пользовались параллельными переносами. Мы ни в какой момент ничего не поворачивали. Ну, вы видите, что, собственно, разницы между этой конструкцией и конструкцией, когда мы клеим Тор из квадрата, по существу нет. Так что в метрике на нашей поверхности рода два будет тривиальная голономия. Когда мы будем ходить по контурам замкнутым и переносить параллельно вектор, ни в какой момент этот вектор не может повернуться. Он будет всегда приходить в том же самом направлении. Это значит, что геодезический поток на этой поверхности плоской, он устроен так же замечательно, как геодезический поток в плоской метрике на Тор. Вы запустили траекторию какую-то геодезическую, скажем, в северо-западном направлении, но она всю жизнь останется в северо-западном направлении. На нашей поверхности к ней можно приложить компас, выбрать направление на север и разнести это направление на север по всей поверхности. Когда мы будем возвращаться в исходную точку, никаких противоречий возникнуть не может. У нас вектор параллельно переносится по контуру тривиально. Так что у любой геодезической есть некоторое направление, которое она всю жизнь сохраняет. Так что геодезический поток устроен как для Тора. Это такие рациональные обмотки. И это гораздо более простая жизнь. Если хотите, механики бы сказали, что у нас есть первый интеграл. Гораздо проще, правда? Чем рассматривать геодезические, которые как-то хитро самопересекаются и так далее. Собственно, этот слайд, это то, что я сейчас пропагандировал. То, что наша поверхность, наша плоская поверхность, которая получилась с клейкой противоположных сторон в правильном восьмиугольнике, она проще, чем другие. И вот отныне и навсегда я буду рассматривать только такие очень плоские поверхности, у которых будет тривиальная голономия и несколько особых точек конических. И давайте такие поверхности обсудим. Для начала я хочу вас убедить, что в конструкции с правильным восьмиугольником, у правильного восьмиугольника нет никаких магических свойств. Конструкция гораздо более общая. А именно, давайте возьмем какую-нибудь, в общем, от балды взятую ломаную линию. Возьмем 4 вектора, случайным образом построим ломаную линию. А теперь построим еще одну ломаную линию из тех же самых векторов, но только взятых в другом порядке. Если я стартую с той же точки, что и раньше, понятно, что новая ломаная линия придет к ту же точку, что и раньше. И если нам чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть повезло, то эти две ломанные линии не пересекутся, и у нас получится многоугольник. Везение – это открытое свойство. Если я чуть-чуть продеформирую каждый из этих векторов, то понятно, что многоугольник выживет. И у этого многоугольника по построению стороны разбиты в пары, в каждой паре стороны параллельны и имеют одинаковую длину. Ну и теперь я такие пары склею параллельным переносом, как и раньше. Так как все склейки – параллельные переносы, так как я склею всю границу, получится замкнутая поверхность, уже без границы. На этой поверхности будет плоская метрика, которая приходит с плоской метрики на многоугольнике. И так как в качестве склеек я использовал исключительно параллельные переносы, у плоской метрики будет тривиальная голономия. Так же, как у Тора или так же, как у поверхности, склеенной из восьмиугольника. Так что таких поверхностей много. Ну и это уже теорема, но интуитивно, согласитесь, это довольно естественно, что… Я чуть-чуть забегаю вперед, что семейство таких поверхностей с фиксированной топологией как раз и параметризуется векторами V1, V2, V3, V4. Эти векторы можно выбрать в качестве координат в таком семействе. Чтобы настоять на свойствах нашей плоской метрики, я выпишу их на доске. Она… Тепологию или симулярность? Что-что? В семействе? Мы будем фиксировать рот и число и типы конических углов. Конечно, так гораздо удобнее. Значит, метрика не особо вне конечного числа конических точек, они приходят с вершины многоугольника. У нее тривиальная голономия. Когда мы переносим вектор параллельно вдоль замкнутого контура, он переходит сам в себя. Это означает, что если мы возьмем маленький контур вокруг конической точки, то там тоже должна быть… обнос по такому контуру тоже должен перевести вектор сам в себя. А это означает, что все конические углы у нас автоматически должны быть целыми кратными π. Потому что, как мы видели на картинке с кубом, если мы обносим вектор вокруг конуса, то он поворачивается как раз на конический угол. И последняя вещь – это не свойство, а это договоренность. Я предлагаю включить… Мы видели, что можно в какой-то точке нашей плоской поверхности выбрать выделенное направление и разнести его во все остальные точки. Вот это выделенное направление будем называть вертикальным. И давайте его включим в нашу структуру. Будем считать, что это часть плоской структуры. Это чистая условность, но очень удобная, как мы увидим через короткое время. В частности, я хочу различать плоскую поверхность такую и плоскую поверхность, повернутую на 30 градусов. Для меня это две разные плоские поверхности, потому что у них разные направления на север. Ну, на севере, вертикальные, как угодно, выделенные. Что касается конических углов. Мы все привыкли к коническим углам, которые меньше 2π. Угол, который целый кратный, конический угол, величина которого целая кратная 2π, устроен как обезьянье седло. Нужно взять сколько-то полудисков и склеить так вот один с другим. В частности, вот то, что здесь нарисовано, это обезьянье седло с углом 6π. Что это вполне такая сезамная вещь, которая прекрасно вкладывается в R3. Я не говорю, что вся плоская поверхность хорошо вкладывается в R3. Но, по крайней мере, отдельный конический угол без труда. Мы видели, что многоугольник, который был использован для того, чтобы построить поверхность, он непрерывно меняется, когда мы шевелим векторы. И, следовательно, не топология поверхности, а не вообще любые целочисленные варианты, вот рот, число и типы конических углов, они не меняются при малых деформациях векторов. И удобно рассматривать каждую плоскую поверхность как точку, элемент конечного мерного семейства таких вот плоских поверхностей с фиксированной топологией. Давайте рассмотрим пример такого семейства. Самый простой пример – это пространство плоских торов или пространство решеток. Вы меня подгоняете, если я буду слишком медленно рассказывать, потому что некоторые вещи, особенно специалистам, известны гораздо лучше, чем мне. Так что, если я буду вам вещать о вещах, которые вы прекрасно знаете, и без меня, вы меня подгоните, хорошо, не стесняйтесь. Но на всякий случай я все же расскажу два слова про пространство решеток. Семейство решеток на плоскости – это действительно семейство, вот их можно деформировать. И если нас интересует… Да, и семейство решеток – это то же самое, что семейство плоских торов, потому что, когда мы факторизуем плоскость по решетке, мы получаем плоский тор. Если все, что нас интересует – это поведение геологических на соответствующем торе, то то, как выбрано направление на север, или даже то, как тор устроен с точностью до гомотетии, нас, в общем, не интересует. Мы можем не различать такие торы и отождествить решетки, отличающиеся на композицию поворота и гомотетии. Так что мы можем повернуть решетку так, чтобы самый короткий вектор решетки был горизонтальным и, скажем, единичным. Я отнормировал эту решетку. Вот самый короткий вектор стал горизонтальным и единичным. Тогда теперь можно выбрать вектор решетки, который живет в верхней полуплоскости, и который самый близкий к началу координат. Это вот этот красный вектор. Этот красный вектор живет вне единичного круга, просто потому что самый короткий, как мы договорились, единичный. Вне или на границе. Ну и кроме того, так как он самый близкий к началу координат, он обязан жить внутри вот такой полосы. Ну а дальше несложное упражнение проверить, что если взять точки внутри этой фундаментальной области, то они будут задавать разные решетки. И хорошее упражнение проверить, посмотреть, какие точки на границе отождествляются с какими. На самом деле это правый вертикальный отрезок отождествляется с левым вертикальным отрезком, а это дуга с этой дугой. Так что пространство решеток, если мы не различаем решетки, получающиеся гомотетией, одна из другой гомотетии или поворотом на угол, оно устроено как вот эта вот полосочка с отождествленными сторонами. После отождествления получится что-то в таком духе. Ну и, как мы договорились, раз между решетками и торами в общем нет разницы, то это и есть пространство плоских торов. Оно некомпактно. У нас есть касп, который уходит под данную бесконечность. И плоские торы, которые отвечают точкам близким к каспам, устроены так. Если посмотреть на них издалека, значит, вот этот вот вектор у нас был вроде как единичным, а следующий вектор ужасно длинный. Так что это торы, которые устроены так. Это очень узкие и очень длинные трубки. И в этом, собственно, и заключается некомпактность пространства торов. Тор может сделаться сколь угодно узким и сколь угодно длинным, даже сохраняя площадь единицы. И так его можно пережимать сколько угодно. И, кстати говоря, второе замечание. У нас есть две специальных точки. Вот это и это. Это торы, обладающие дополнительными симметриями. В этом пространстве плоских торов это конические особенности, в каком-то смысле похожие на конические особенности на нашей плоской поверхности. Если мы рассмотрим пространство плоских поверхностей более высокого рода, оно будет многомерным. Мы видели, что для того, чтобы построить плоскую поверхность, нужно использовать не два вектора, а больше. Будет многомерное пространство, но, грубо говоря, то, что мы наблюдаем здесь, будет сохраняться и там. Все эти пространства плоских поверхностей некомпактны, потому что на плоских поверхностях могут начать возникать узкие и длинные трубки. И эти трубки могут быть сколь угодно узкими и сколь угодно длинными, как для тора. И кроме того, это на самом деле не многообразие арбифолда, там тоже могут быть уже многомерные подмогообразия плоских поверхностей с дополнительными симметриями, и там тоже уже будут возникать такие многомерные конические особенности. — Если мы фиксируем направление на север? — А, если фиксировать направление на север... Если фиксировать... Нет. Это, кажется, нет. Нет. Это я уже сделал дополнительную фикторизацию. От бильярдов мы перебрались к плоским поверхностям. Мне этого мало. Я теперь хочу добраться до угломорфных одинформ и квадратичных дифференциалов. Не пугайтесь. Если вам не нравится аналитический язык, то можно всегда будет оставаться на языке геометрическом. Я, тем не менее, хочу... Да, может быть, кому-то нравится, наоборот, аналитический язык. Но здесь будет два языка, и в любой момент времени можно будет все перевести с одного языка на другой. В этом отчасти цель. Я хочу вас убедить, что можно пользоваться и тем, и другим. Напомним, что наша плоская поверхность была построена с использованием многоугольника, который жил в плоскости. До сих пор эта плоскость была евклидовой. Давайте считать, что эта плоскость комплексная, что в ней есть комплексные координаты. Многоугольник, из которого мы склеили плоскую поверхность, он жил в этой плоскости с точностью до параллельного переноса. Вот ровно в этом месте мне очень нужно направление на север. Я не имею права поворачивать многоугольник. Я могу его только параллельно переносить. В комплексной плоскости у меня есть координата z. Склейки сторон многоугольника — это параллельные переносы в евклидовом смысле. Тем самым в комплексном смысле это преобразование типа z' равняется z плюс константа. Так что склейки — это склейки очень голоморфные. И поверхность, которую мы склеим из нашего многоугольника, будет, особенно если мы для начала выколем вершины, вот она прямо сходу на комплексные координаты и комплексные структуры. У нас получилась римная поверхность. Дальше нужно проделать упражнение по комплексному анализу и проверить, что комплексная структура продолжается в выколотые точки. И, поверьте мне, это правда. Так что у нас действительно получается настоящая компактная римная поверхность. Но это не все. У нас есть еще одна структура. Значит, координата z у нас после склеек на поверхности глобально не определена. Приходится пользоваться локальными координатами. Но можно рассмотреть голоморфную одинформу dz в нашей комплексной плоскости. И обратите внимание, локальные координаты у нас связаны так. Одна локальная координата — это другая плюс константа. Поэтому, когда мы перейдем к дифференциалу, константа исчезнет. Это dz равен dz''. На нашей поверхности сама координата не определена, а дифференциал dz. Глобально определён на всей поверхности. Снова, как и раньше, нужно сначала выколоть конические особенности. Тогда то, что голоморфная одинформа dz определено на всей поверхности, просто очевидно. А дальше еще одно упражнение — проверить, что эта голоморфная форма продолжается в выколотой точке. Действительно, продолжается она нулями. В тех точках, где у нас конические особенности, у нас будут нули у этой голоморфной формы. Так что у нас возникнет голоморфная форма на всей римной поверхности. А ее нули — это в точности конические особенности. Наше соответствие обратимо. Если у вас есть абстрактная римная поверхность, абстрактная голоморфная одинформа на этой римной поверхности, то я немедленно построю плоскую структуру на этой поверхности с выделенным направлением на север. А именно, я могу локально ввести комплексовую координату z, которая будет интегралом от формы омега. Я возьму какую-нибудь точку, которая не ноль голоморфной формы, в окрестности нашей формы не зануляется, и я объявлю, что, скажем, выбранная точка — это ноль, а координата любой другой — это интеграл между выбранной точкой и указанной от формы омега. Тогда вот эта координата z будет плоской координатой. Наша форма омега будет в этой координате выглядеть как dz. А в окрестности нуля нужно брать уже другую координату, не плоскую. В окрестности нуля можно всегда выбрать форму, простите, координату, в которой форма запишется как w в степени d, dw. Вот это вот число d, оно... Координата w выбирается не вполне канонически, но число d будет определено однозначно, это число, это порядок нуля. Нуль порядка d формы омега отвечает конической точке с углом 2π умножить на d плюс 1. Ну и справедливое соотношение на сумму порядков нулей, ну или сумму конических углов. Сумма порядков нулей равна 2g минус 2 на голоморфной форме. То, что мы до сих пор рассматривали как пространство плоских поверхностей рода g, теперь на это же пространство можно смотреть как на пространство модулей пар риммонова поверхность рода g и голоморфная одинформа. Это пространство – это векторное расслоение со слоем жимерное векторное пространство, но пространство модулей риммоновых поверхностей. Если вы фиксировали комплексную структуру, то для данной фиксированной комплексной структуры у вас есть комплексное жимерное пространство голоморфных один форм. Это пространство разбивается на страты, которые отвечают неупорядоченным разбиением числа 2g-2 в сумму целых чисел. Для любого набора целых чисел, которые для этого соотношения, можно найти сколько-то риммановых поверхностей и сколько-то голоморфных форм, у которых будет n нулей вот таких вот кратностей. И это в точности, вот это пространство, это уже в точности наше пространство плоских поверхностей с n-коническими особенностями, с углами 2π умножить на d1 плюс 1, 2π умножить на d2 плюс 2 и так далее. И у любой голоморфной формы, которая для меня, голоморфная один форма и обилие дифференциал это одно и то же, любой голоморфная один форма, которая живет в таком страте, есть ровно n нулей, и их порядки равны указанным числам. Вот у нас получился целый словарь, который переводит с геометрического языка на комплексно-аналитический и обратно. Очень плоская структура с выбранным вертикальным направлением, это то же самое, что комплексная структура плюс выбор голоморфной формы. Коническая особенность с коническим углом такого порядка, это то же самое, что нуль голоморфной формы, порядка d. Сторона развертки нашей плоской поверхности. А, об этом нужно сказать чуть подробнее. Значит у нас, простите, я разбежался. Мы клеили плоские поверхности вот из таких многоугольников, где v1, v2, v3, v4 были свободными параметрами. Теперь я рассмотрел комплексную координату в этой плоскости и голоморфную форму dz. Если посмотреть на вектор v1 не как на плоский вектор, а как на комплексное число, то это комплексное число, я говорю почти тавтологию, это комплексное число равно интегралу от формы dz вот по этому отрезку. Правда ведь? Ну, собственно, это почти что определение этого комплексного числа. А теперь, если я повернусь спиной к этой картинке и представлю себе абстрактную римбоновую поверхность и голоморфную форму омега, то я знаю, что когда я интегрирую замкнутую форму по пути, я немножко продеформирую этот путь, интеграл не изменится. Так что мой вектор, вот мое комплексное число v1, это интеграл по пути, который соединяет две конических особенности, то есть два нуля нашей формы. В комплексно-аналитическом языке интегралы голоморфной формы по замкнутому пути называются периодами, а тут у нас такие, так называемые, относительные периоды. Мы на нашу римбоновую поверхность посадили несколько выделенных точек специальных, это нули нашей формы, мы их отметим и навсегда запомним. И нас интересуют интегралы от нашей формы не только по замкнутым путям, но еще по путям, соединяющим вот эти выделенные точки. И как мы только что увидели, не считайте интегралы, это координаты в соответствующем пространстве. Векторы v это координаты в нашем пространстве, ну значит такие интегралы координат в нашем пространстве. Семейство плоских поверхностей, когда мы фиксируем конические углы, это страт в пространстве модулей голоморфных форм. Ну и самое страшное слово, которое я произнесу, локальные координаты, то, в чем я вас пытался убедить только что, в терминах плоской метрики, это векторы v, i, задающие развертку многоугольника. В этих терминах мы только что заметили, что это абсолютные относительные периоды формы. Я не знаю, какие получатся, потому что у нас некоторые вершины многоугольника окажутся отождествленными, так что интегралы по некоторым сторонам будут отвечать интегралам по замкнутым петлям. Некоторые интегралы по другим сторонам будут отвечать интегралам, соединяющим разные точки. Но такие интегралы, на самом деле, это элементы вот таких вот относительных когомологии поверхности, относительных по набору точек. Все, что это означает, что мы хотим запомнить, значит, вот это вот пространство, оно отвечает вот за что. Мы хотим запомнить все интегралы нашей формы по замкнутым путям и по путям, которые соединяют выделенные точки. Другое слово для... Красивое название для такого набора объектов – это относительные когомологии поверхности, относительные по набору точек. То есть нас интересуют не только абсолютные периоды, но вот такие вот относительные тоже. Ну и, наконец, самое последнее слово. Иногда здесь приходится рассматривать чуть-чуть менее плоские поверхности, чем до сих пор, а именно поверхности, которые вот такого типа. Значит, если я склею из такой развертки поверхность, склеив вот эту сторону с этой стороной центральной симметрии, то я заработаю нетривиальную голономию метрики. Но я заработаю минимальную нетривиальную голономию. Голономия у такой метрики будет Z по 2Z, Z2. Точно так же, как бы было сделано до сих пор, я могу метриком с голономией Z2 поставить в соответствии некоторый комплексно-аналитический объект. Он называется квадратичный дифференциал. Он очень похож на голоморфный одинформа, но закон тензорного преобразования чуть более хитрый. Это не замена координат не в первой степени, а во второй степени. Я не хочу даже о нем детально говорить. Просто отметим, что этому тоже соответствует. Что, собственно, вся история абсолютно параллельна. Тоже можно рассмотреть страты и так далее. Скажем, вот эта вот поверхность живет в страте квадратичных дифференциалов с одним нулем порядка 2 и двумя простыми полюсами. А если вы же на крыте 3-2, то можно квадратичный дифференциал превратить в голоморфный одинформа. На поверхности более высокого рода. Это одна из причин, по которой я не хочу о них говорить. А причина, по которой мне все же пришлось о них упомянуть, заключается в теореме Тихмюлера. Но иногда удобнее, если переходить к двулистному накрытию, то все, конечно, так. Но это некоторая дополнительная головная боль, потому что нужно все время заботиться о том, чтобы не слезть с подмогообразия, вот с этой дополнительной симметрией и так далее. Соль, в общем, с отложением. Так. Мне осталось ввести последний объект. Мне понадобятся объемы вот таких вот пространств плоских поверхностей. И дальше я могу... И дальше начинается полная эйфория. В качестве координат в нашем пространстве плоских поверхностей мы использовали... Мы можем использовать вот когмологии, о которых только что было упомянуто. И заметим, что в этом пространстве когмологии есть целочисленная решетка. Можно рассмотреть когмологии с коэффициентами z плюс iz. Ну, или, что то же самое, можно брать в терминах плоской поверхности, можно брать развертку, в которой все векторы v1, v2, v3 и так далее целочисленные. Мы получим плоские поверхности, которые будут отличаться от остальных. Это вот такие целые точки в нашем пространстве. Рассмотрим теперь во всем пространстве плоских поверхностей вещественную гиперповерхность, которая сдается уравнением, что площадь нашей плоской поверхности равна единице. Такая гиперповерхность имитирует единичную сферу в нашем пространстве. Ну, а если быть более точным, она совершенно некомпактна. Это скорее единичный гиперболоид. В объемлящем пространстве, за счет того, что у нас есть решетка и в некотором смысле выделенные координаты, у нас возникает элемент объема. А именно, когда у вас есть векторное пространство, вектором пространстве есть одномерное семейство элементов объема, они отличаются один от другого умножением на число. Но, когда у вас есть абстрактное векторное пространство, вы не знаете, как нормировать элемент объема. Как только вы дали какую-то решетку векторам пространства, А вы знаете, как нормировать элемент объема. Мы говорим, что возьмем такой линейный элемент объема, для которого объем фундаментальной области равен единице. У вас есть выделенная нормировка. Так что мы возьмем вот такой элемент объема в этом объявляющем пространстве, ну или если угодно. Просто в терминах плоской поверхности, на этом языке это виднее, что это канонические координаты. Можно рассмотреть элемент объема dv1, dv2, dv3 и так далее, где v1, v2, v3 векторы. Это вот он и есть. Просто чуть труднее проверить, что он действительно корректно определен. Я же использовал координаты. Ну, оказывается, что он действительно корректно определен. После такой нормировки мы получаем элемент объема на вот этих гиперповерхностях, единичных сферах. И я дошел до нетривиальной теоремы. Объем любого семейства плоских поверхностей, где мы берем плоские поверхности единичной площади, конечен. Это не вполне банально, потому что пространство некомпактное. Но это можно проверить. Я не могу удержаться и не сказать два слова, чем выделены геометрически целые точки в нашем пространстве плоских поверхностей. Значит, это точки, которые отвечают гламорфным формам, у которых все периоды и абсолютные и относительные устроены как целое число плюс и умножить на целое число. Такие плоские поверхности, то есть плоские поверхности, которые отвечают точкам решетки в нашем объемлющем пространстве, это накрытие над тором. Это накрытие над тором с светлениями в одной единственной точке. Чтобы построить накрытие над тором, можно сделать вот что. Можно взять, отметить какую-нибудь любимую точку. Причем я предлагаю отметить в качестве любимой точки какой-нибудь ноль. p1 – это один из нулей гламорфной формы омега. И дальше точки p можно сопоставить такое комплексное число. Возьмем любой путь, соединяющий выделенную точку с точкой p. Посчитаем интеграл от омега по этому пути. И возьмем этот интеграл по модулю z плюс z. Если мы возьмем какой-нибудь другой путь, то само комплексное число, вот интеграл, который здесь получился, оно может получиться другим. Но разница между двумя значениями – это интеграл по замкнутому пути. А мы договорились, что интеграл по любому замкнутому пути – это z плюс z. Живет в z плюс z. Поэтому после такой факторизации, какой бы путь мы ни взяли, мы получим одно и то же. Так что вот это комплексное число, профакторизованное по решетке z плюс z, корректно определено. Каждой точке p мы сопоставили такое число. И дальше легко проверить, что это действительно накрытие. То есть мы построили отображение из нашей поверхности в тор, но легко проверить, что это действительно разветвленное накрытие. Так что наши поверхности, которые отвечают целым точкам, это поверхности в клеточку. Мы можем считать, что наш стандартный тор сделан из единичной клеточки. И нарисовав эту единичную клеточку на торе, мы можем использовать разветвленное окрытие, чтобы поднять клеточки наверх. Ну и вот пример таких поверхностей в клеточку приведен здесь. Значит, на них… Ай-яй-яй, я забежал вперед, простите. Не смотрите на действия группы. Просто вот пример трех поверхностей в клеточку. Здесь можно проверить, что все эти три поверхности в клеточку имеют род 2, и у них единственная коническая точка с углом 6π. Но это просто проверяется обходом вокруг угла. Так что… Да, а это пример того, что во Франции поверхность в клеточку очень активно изучается. Видите, есть даже улица имени поверхностей в клеточку. Возвращаясь к объему, первое замечание, совершенно общее, оно не имеет никакого отношения к нашему пространству плоских поверхностей. Объемы единичной сферы, единичного шара, они всегда связаны с простым размерностным множителем в такого высоты задачах. Это первое глупое замечание. Второе глупое замечание заключается в том, что почти по определению объем единичного шара – это число… Как мы считаем объем единичного шара? Мы берем мелкую решетку с мелким шагом и смотрим, сколько узлов решетки попало внутрь шара. А дальше переходим к шагу решетки, который стремится к нулю. Ну вот я предлагаю брать решетку с шагом единицы на n. И объем единичного шара – это коэффициент в старшем шлинии асимтотики, когда n стремится к бесконечности, для числа точек решетки с шагом единицы на n, которые попали в шар. Теперь, когда у меня есть решетка с шагом единицы на n и шар радиуса единицы, я могу применить гомотетию с коэффициентом n, превратить шар радиуса единицы в шар радиуса n, а решетку с шагом единицы на n – решетку с шагом 1. Так что вопрос об объеме шара единичного – это то же самое, что вопрос о том, сколько точек настоящей целочисленной решетки попало в шар большого радиуса. Это вопрос о коэффициенте в этой асимтотике. Понятно, что асимтотика полиномиальна, и все, что нас интересует – это коэффициент в этой полиномиальной асимтотике. Так что объем нашего пространства – это вопрос о том, как посчитать объем нашего пространства, вопрос о том, сколько можно склеить поверхностей из клеточек, наложив ограничения на топологию. Можно проверить, что, скажем, плоских торов, не больше, чем n-клеточек, можно склеить примерно π квадрат на 12 умножить на n в квадрате. Поверхностей рода 2, то есть кренделей с одной конической точкой с углом 6π, можно построить примерно вот столько. Поверхностей рода 2 с двумя коническими точками с углами 4π примерно столько и так далее. И объем, собственно, мы должны избавиться от n, отнормировать на n в нужной степени, умножить на некие размерные коэффициенты. Вот этот коэффициент в асимтотике даст нам объем. Эти объемы были посчитаны для гламорфных одинформ Эскинам и Акуньковым. Они доказали, что все такие объемы – это π в степени 2g, независимо от страта, умножить на рациональное число, и вот это рациональное число уже зависит от страта. Их алгоритм довольно эффективный. До рода G можно посчитать объемы всех стратов. Для некоторых страт можно посчитать объемы до рода 200. И у них есть другой алгоритм для квадратичных дифференциалов. Только, к сожалению, для квадратичных дифференциалов алгоритм гораздо менее эффективный, настолько менее эффективный, что пока он не дал ни одного числа. Но для рода 0 можно посчитать объемы другим немножко замысловатым способом, но который дает конкретный ответ. И это подсчет объемов снова использует показатель Липунова, который я рекламировал. Поэтому я об этом и упомяну. Я приготовил весь подготовительный материал. Можно вздохнуть глубоко. Мы возвращаемся к фокусам и к разным интересным вещам. И если вы пропустили некоторые главы из того, что я рассказывал, ничего о этом страшного нет. Потому что я все рассказывал в некотором смысле в двойном размере на геометрическом и на комплексно-аналитическом языке. Ну и потом все равно многое можно понять из контекста. Мне осталось рассказать о последнем элементе. На нашем пространстве действует группа. И группа эта – это ЖЛ2Р или СЛ2Р, если мы хотим действовать на поверхностях, на плоских поверхностях единичной площади. Действия группы совершенно наивные. Мы берем нашу плоскую поверхность, пользуясь тем, что у нас есть выделенное направление на север. Мы можем положить эту развертку в плоскость с точностью до параллельного переноса, не поворачивая. А дальше на эту плоскость мы можем подействовать линейным преобразованием. И если мы хотим сохранить площадь, линейным преобразованием, сохраняющим площадь. То есть мы можем начать действовать группой СЛ2Р. После того, как мы подействовали группой СЛ2Р на нашу развертку, свойство, что соответствующие стороны параллельно имеют одинаковую длину, конечно, сохранилось. И мы из развертки склеим новую плоскую поверхность. Она будет иметь ту же топологию, но совсем другую геометрию. Так что у нас есть действие огромной группой СЛ2Р. Это очень большая группа на пространстве плоских поверхностей. Если мы пользуемся СЛ2Р, то да. Если ЖЛ2Р, то можно, скажем, все растянуть гомотетий, тогда не поменяется. Или повернуть, тогда тоже не поменяется. То есть если отображение конформно, то не поменяется. А если мы начали что-то перекашивать... Про то, что на гламотном языке это действие так не сразу понятно. Это замузда. Да, оно меняет комплексную структуру. И к гламотному языку мы придем через секунду. У действия всей группы СЛ2Р есть диагональная подгруппа. А, кстати, доска не загораживает, нет? Видно вообще, что там? Только сейчас сообразил. А, понятно. Вы мне раньше сказали. А то я тут пою соловьем и думаю только о своих плоских поверхностях. Простите ради Бога. Ай-яй-яй. Я ни теорему не сформулировал. В общем, у нас есть диагональная подгруппа. Иногда можно рассматривать действия только этой диагональной подгруппы. Это однопараметрическая подгруппа, так что она сдает поток на нашем пространстве. И вот я дошел до ключевой теоремы, на которой все держится. Группы СЛ2Р и вот эта диагональная подгруппа сохраняют меру, которую мы построили. И оба эти действия эргодичны на каждой связанной компоненте каждого страта. Эргодичны это означает, ну, это означает неформально, что наше действие отправит любую, размешает, достаточно хорошо размешает орбиту почти любой точки по всему пространству. Более подробно я скажу об эргодичности завтра. Для начала я хочу, так как почти весь мой доклад это сплошная реклама, давайте я устрою рекламу этой теореме. Почему? Она не вполне очевидна. И даже удивительна. Она, в частности, говорит следующую вещь. Забудем про все действия СЛ2Р, рассмотрим диагональную подгруппу. Наша теорема говорит, что если мы возьмем почти любой восьмиугольник, вот такой, как был построен, и начнем его сжимать и растягивать, то если мы правильно выберем параметр сжатия и растяжения, то мы можем пригнать светующую плоскую поверхность сколь угодно близко к плоской поверхности, которая получается из правильного восьмиугольника. В такой формулировке звучит почти противоречиво, не может быть. Но противоречия здесь нет, потому что теорема сформулирована не для многоугольников, а для плоских поверхностей. То есть мы можем у одной и той же плоской поверхности брать разные развертки. И то, что говорит теорема, на самом деле, в терминах многоугольников нужно формулировать так. Если мы хотим подогнать вот таким вот сжатием и растяжением нашу исходную плоскую поверхность к какой-то конкретной, например, к той, которая задается правильным восьмиугольником, то нам нужно в терминах многоугольника сжимать и растягивать, а еще время от времени брать ножницы и менять развертку. Мы в любой момент можем, скажем, когда мы сжали и растянули исходный восьмиугольник, можем взять ножницы, разрезать по этой диагонали, и так как эта сторона склеивается с этой стороной, мы можем вот этот вот пятиугольник переклеить вот сюда, и мы получим другую развертку. Так вот, манипулируя тем и другим действием, вторая операция не меняет структуру плоской поверхности. Развертка радикально изменилась, плоская поверхность не изменилась совсем. Это та же самая плоская поверхность. Первая операция, ну так, внешне почти не изменила развертку. Ну, подумаешь, сжали, немножко растянули. Первая операция радикально изменила плоскую структуру. Так вот, оказывается, что если начать с любой точки, с почти любой точки, и правильно выбрать коэффициент сжатия и растяжения, и умело пользоваться ножницами, то можно одну развертку перевести в другую, почти что. Можно сделать только между этими вершинами? Да, конечно. Это придется сделать много раз. А можно это сделать все в конце? Можно сделать все в конце. Эти операции коммутируют, конечно. А теперь я все приготовил, чтобы начать использовать всю эту технику. Для начала я вам могу рассказать, что такое метрика Техмюлера, и как сравнивать разные комплексные структуры, язык, который я вам предложил, ну, собственно, для этого и лучше всего предназначен. Представьте себе, что у вас есть одна и та же топологическая поверхность рода G, и на ней две разные комплексные структуры. Что значит, две разные комплексные структуры? Ну, это значит, что вы пытаетесь перевести одну в другую конформным преобразованием, а вам не удается. Ну, раз не удалось в рамках конформного преобразования, давайте пользоваться какими попало преобразованиями. Они уже не будут конформными, они будут квазиконформными, они будут окружности отправлять в эллипсы. Давайте из всех квазиконформных отображений попробуем найти лучшее. Ну, лучшее можно определять в разных терминах, ну, например, можно пытаться минимизировать худший коэффициент квазиконформности по всей поверхности. Такое отображение называется экстремальным. Мы считаем в каждой точке, насколько мы испортили комплексную структуру, то есть мы смотрим на инфинитизмальную окружность, она отправилась в эллипс, смотрим на отношение полуосей, то, насколько оно большое, отвечает за то, насколько мы испортили конформную структуру. Ну, и давайте теперь попробуем посмотреть. Для каждого такого квазиконформного отображения есть точки, в которые это отношение полуосей самое большое, то есть точки, в которой коэффициент квазиконформности самый большой. Ну, и давайте попробуем минимизировать это дело по всем отображениям. Такое отображение называется экстремальным. Оказывается, экстремальное отображение реализуется. Я могу его предъявить. И в этом, ну, почти что. В этом заключается теорема Техемюллера. А именно, если у вас есть пара комплексных структур, то я могу для первой комплексной структуры найти плоскую метрику, согласованную с первой комплексной структурой, чуть более хитрую, чем я сказал, вот с голономии, которая не совсем тривиальна, а в общей ситуации, которая Z2, квадратичный дифференциал. Но, тем не менее, очень плоскую метрику, согласованную с первой комплексной структурой, очень плоскую метрику, согласованную со второй комплексной структурой. Обе плоские метрики канонически определены по этой паре комплексных структур. И эти плоские метрики связаны этим отображением. То есть одна из другой получается отображением. Более того, для такого отображения понятно, что коэффициент квазикомформности одинаковый просто во всех точках. Мы все окружности превратили инфинитоземальные в одни и те же эллипсы с одним и тем же отношением полуосей. Вот я утверждаю, что экстремальное отображение ровно так и устроено. И более того, то есть это самое выгодное из всех квазикомформных отображений. И коэффициент t, который у нас отвечает за сжатие и растяжение, он и отвечает за расстояние между двумя комплексными структурами. Это так называемая метрика Техмюлера. И тем самым в этой метрике Техмюлера поток, задаваемый вот этой вот группой, это геодический поток. И еще одно последнее замечание по поводу метрики Техмюлера и всего такого. Значит, у нас, вообще говоря, в большом пространстве плоских поверхностей действует группа GL2R. Когда мы спроектируем, мы можем рассмотреть пространство, орбиту действия GL2R в пространстве плоских поверхностей, но мы видели, что каждой плоской поверхности отвечает комплексная структура и так далее. Можно эту орбиту спроектировать на пространство комплексных структур. Орбита профакторизуется по действию С со звездочкой, потому что, когда мы пропорционально растягиваем плоскую метрику, понятно, что это очень конторное отображение, оно не меняет комплексную структуру. И если мы поменяем направление на север, повернем все, тоже не поменяем комплексную структуру. Так что я профакторизовал по этому делу, получил гиперболическую плоскость. Так что на любой орбите, любая орбита в большом пространстве, изоморф на гиперболической плоскости. На гиперболической плоскости есть своя метрика. Я только что определил метрику Техмюллера. Так вот, оказывается, что проекция нашей орбиты вниз на пространство модулей комплексных структур, это изометрия двухметрик, гиперболической и метрики Техмюллера. То есть, такие орбиты можно, в этом смысле, такие орбиты можно считать комплексными геодезическими. Такие вполне геодезические под многообразие. И, наконец, ой-ой-ой, нет, не наконец. Я думаю, что полную гармонию придется отложить на завтра. Я все... Все... Давайте поблагодарим Лею. Вопросы? Один вопрос. Если у нас не гламошная, а мироморфная форма, тогда в дополнение к плюсам тоже имеется очень плоская структура. А что происходит в плюсах? Скажем, если это мироморфная один форма, и у него простой полюс, то с точки зрения плоской метрики это такая вещь. Это бесконечный плоский цилиндр, который приделан к нашей поверхности. Периметр цилиндра – это вычет в нашем полюсе. Но если мы начнем интегрировать по пути, который идет прямо в полюс, интеграл равен бесконечности. Так что длина цилиндра бесконечная. И именно поэтому мироморфные один формы пока мало рассматривают, потому что это плоские поверхности бесконечной площади. С ними гораздо труднее работать. Хотя в последнее время они начали сами собой возникать в двух областях. Одна называется, я не знаю, как это по-русски называется, как по-русски называется wall crossing. Я не знаю. Перевещение стен. Проход сквозь стен, да. Я не знаю, переводится это вообще, или так по-русски и говорят wall crossing. Вообще-то wall crossing так же. Это вот одна область, в которой такого сорта объекты возникают сами собой. Ну а вторая – это в дифференциальных уравнениях, в науке типа Штребеля или Бори Шапира. Вот он такие вещи очень любит. Но динамика вот такой, наверное, вполне существует? Существует. Существует. Она неизвучна. Еще вопросы? А в старших размерах с бильярдами не получаются? Да. Но про них, по-моему, еще меньше. Для многогранников. Про них, по-моему, еще меньше известно. По-моему, про бильярды в многогранниках есть какое-то считное число работ. И какие-то результаты есть, но очень мало. Почему эти вот все результаты переносятся прямо на, ну, там, хотя бы часть их переносятся прямо на диагоги многогранников? Ну, вообще, вот такие плоские, плоские структуры. Я бы предпочел ответить на этот вопрос, как только я расскажу вот этот вот параграф про полную гармонию. Здесь есть пространство, собственно, то, что есть здесь, и то, чего нет, или, по крайней мере, не построено. Я говорю, что нет, не построено. Но здесь мы стартовали с одной динамической системы на индивидуальной плоской поверхности, а потом заметили, что эту плоскую поверхность можно рассматривать как точку в некотором пространстве плоских поверхностей. И на этом пространстве плоских поверхностей живет своя динамика. И эта динамика в действии SL2R, она очень выгодная. Действие SL2R и диагональные подгруппы эргодично. Это очень ценная структура. И такое редко бывает. Если удается вложить индивидуальную динамическую систему в семейство динамических систем, на которые действует своя динамика, которая называется венормализацией, но это мечта любого динамиста, потому что после этого можно нажать на кнопку, которая будет выдавать один результат с другим. Как только у вас есть и нормализация, вы богатый человек. А это никак не связано с теоремией жесткости? Что в двумерной ситуации жесткости нет, а в стране раз в три и старше, и жестко, и поэтому там нет семейства, и нет. Это зависит от... Мы перешли на совсем философские категории. И в некоторых... Да, конечно. Для некоторых структурах есть жесткость, там ничего продеформировать нельзя. Но, тем не менее, есть структуры, для которых известно, что есть целые семейства. Просто про эти семейства ничего не понятно. Это, видимо, для хороших недогранников, которые замачивают рефликтовое пространство. То есть, для них довольно много структурах, да, теоризических пазлов. Ну, для таких, да, но таких очень мало, да. Таких очень мало. Да, для многогранников, которые хорошо разворачиваются, да, я думаю, что для них, да. Думаю, что для них, можно сказать, гораздо больше, да. Целые точки, которые вы считаете, там нет ли какого-нибудь выпуклого многогранника? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне хотелось, когда-то мне хотелось думать, что есть. И я параллель, ну, мы, собственно, сначала мы пытались посчитать объемы стратов с Сашей Эскиным. Условно говоря, мы пытались найти какие-нибудь такие выпуклые многогранники. Я убил на это несколько лет жизни и массу усилий. И в конце концов сдался какие-то признаки того, что что-то такое здесь должно быть есть. Потому что эти объемы можно считать частями. И ответа для частей – это кратное значение и так далее. Все как-то очень напоминает какую-то жизнь с выпуклыми многоогранниками. Но мы их не увидели. И я сдался. Так что не знаю. Еще вопросы? Тогда давайте поблагодарим этот датчик еще раз.